Привет! Перед вами сейчас куча нерабочих одноразовых электронных сигарет, из которых мы сегодня сделаем несколько рабочих устройств. Для первого изделия нам понадобится вот такой небольшой вайп. Сперва нам предстоит его разобрать. Отковыриваем заглушку ножом и вытаскиваем всю начинку. В этой одноразке нас интересует только аккумулятор и корпус, поэтому берем в руки паяльник и отпаиваем все ненужное. Это испаритель с жидкостью и датчик затяжки. Теперь берем охапку проводов и отрезаем немного. На плюсовой контакт припаиваем два провода. Также самоотделаем и со вторым минусовым контактом. После этого берем клеевый пистолет и изолируем все места пайки, чтобы в будущем ничего не коротнуло. Затем берем одноразку побольше, разбираем ее и демонтируем модуль зарядки. Его припаиваем к аккумулятору вот таким образом. Все так же самоизолируем, только в этот раз термоусадкой. Теперь берем нижнюю заглушку и прикладываем к ней порт для зарядки. При помощи тоненького скальпеля царапаем разметку и берем шуруповерт с очень тоненьким сверлом. Им проделываем несколько отверстий, не выходя за линии разметки. После шурика мы взяли в руки скальпель и начали все вырезать. Получилось не очень, поэтому сгладим зазубрином мелкозернистой шкуркой. Так-то лучше, отверстие получилось то, что надо. Можем фиксировать в заглушке модуль зарядки. После этого мы взяли корпус и вот такую кнопку. Делаем под нее разметку. Дальше без бормашинки не обойтись. При помощи нее аккуратно вырезаем все по линиям. У нас получилось вот такое окошко, в которое идеально становится кнопка. Теперь можем помещать все внутренности обратно в корпус и к вот этому проводу припаивать кнопку. Ставим ее тоже на свое место и берем из такой же одноразки нижнюю заглушку. В ней просверливаем два отверстия для проводов. Протягиваем их и фиксируем заглушку. После этого нам нужен небольшой электрический моторчик. Припаиваем к нему два торчащих провода. Берем эпоксидную смолу и замешиваем ее. При помощи смолы мы прочно зафиксируем моторчик на вайпе. И в будущем он не отвалится. Теперь если нажать на кнопку, двигатель начнет работать. Но это еще и близко не конец самоделки. Из старой игрушки мы достали вот такую шестеренку. В ней проделываем отверстие. Можем устанавливать ее на двигатель. Далее берем шариковую ручку и на наждачной бумаге стачиваем ее кончик так, чтобы избавиться от шарика. Просто как будто пишем по наждачке и шарик сам вылетит. После этого при помощи проволоки или какого-то другого метода избавляемся от пасты. По итогу стержень должен быть абсолютно чистым. Помимо этого ручку нужно немного укоротить. Примерно вот так. Ее мы зафиксируем на нашем аккумуляторном блоке с моторчиком. В этот раз можно обойтись суперклеем. С ручкой закончили. Теперь возьмем гитарную струну. Откусываем от нее небольшой кусочек и вставляем его в ручку. На другом конце немножко подгибаем и фиксируем струну в отверстие, которое мы просверлили ранее. Обрезаем струну так, чтобы на конце осталось примерно полтора миллиметра. Торчащий кончик струны затачиваем до нужной остроты на наждачке. И мы получаем настоящую тату-машинку, сделанную из одноразового вайпа. После нажатия на кнопку моторчик начинает вращаться и своим валом двигает струну, которая с молниеносной скоростью выпрыгивает с кончика ручки. Осталось ее только протестировать в деле и проверить, работает ли она. Давай тебе что-то набьем. Так как из нас никто не хочет себе татуировок, тестирование проведем на искусственной коже. Такую используют начинающие тату-мастера. При помощи кальки переносим трафарет на кожу. Берем специальные чернила для тату-машинок. Открываем и наливаем немного в ванночку. Макаем иголку и приступаем. Аккуратно проходимся по линиям и периодически добавляем чернила. Протираем все и получаем вот такую неплохую как для первого раза татуировку. Такой вещью я пользуюсь впервые. Но тем не менее данный процесс мне понравился и я набил еще несколько простеньких татуировок. Поэтому можем подтвердить, что наша тату-машинка работает. Но вам я крайне не советую набивать себе татуировки такой тату-машинкой. Лучше обратитесь к мастеру. Ну а наша отлично подойдет новичку, чтобы научиться пользоваться подобного рода устройствами. Кстати, учиться можно и на банане. Он хорошо заменяет искусственную кожу. Как вы поняли, нашей тату-машинкой на себе татуировки лучше не бить. Но это вы можете сделать на своем персонаже в Гранд Мобайл. Так как тут можно делать все, что вам захочется. Гонять на крутых тачках, играть со своими друзьями, стать полицейским, стать слугой народа или быть преступником. Я как раз собираю денежку на новый гелик, чтобы стать крутым бандитом в нашем городе. Игруха очень классная и как вы уже поняли на телефон. Поэтому играть можно где угодно и со своими друзьями онлайн. Лично я играю на седьмом сервере. Если хочешь присоединиться ко мне, скачивай Гранд Мобайл по ссылочке в описании. А введя этот промокод, ты получишь крутые бонусы лично от меня. А также до 25 июня Гранд Мобайл разыгрывает реальные деньги. Условия максимально просты. За каждый час онлайна ты получаешь билет. Чем больше билетов, тем больше шансов выиграть. Жду тебя в игре. Для следующей самоделки мы взяли вот эту необычную одноразку. Такую я вижу впервые, она в форме бочечки. На ней сразу есть разъем для зарядки и она прорезинена. Благодаря этому ее будет удобнее держать в будущем. Давайте-ка разберем ее и посмотрим, что там внутри. Отковырнув крышку, вместе с ней вылетело почти все. И почему-то загорелись светодиоды. В нижней части был аккумулятор и испаритель. А в верхней осталась ватка. Ее мы достали оттуда и принялись разбирать нижнюю часть. Снимаем колбочку и отрезаем провода с нагревательным элементом. Под крышечкой находилась вся интересующая нас электроника. К аккумулятору припаиваем провода, так как те, что там были, слишком короткие. После проводов мы взяли вот такую небольшую кнопку. Для нее нужно проделать отверстие в нижней заглушке. В этот раз сделаем это при помощи бормашинки. У нас получилось вот так. Теперь можем припаивать провода к кнопке. Ее мы зафиксируем при помощи пары капель суперклея. Теперь можем фиксировать аккумулятор, чтобы он в дальнейшем не болтался. Собираем все обратно и протягиваем провода через сопло для затяжки. Берем небольшие зажимы и фиксируем в них провода. Теперь эти зажимы нужно приклеить на сопле. Они отлично держатся, почти все готово. Осталось только взять иголку от шприца. От нее откусываем синюю часть и сгибаем ее вот таким образом. Вставляем иголку в зажимы и надежно затягиваем ее винтиками. Вот и все, наше устройство готово. Это выжигатель по дереву. Включив его, иголка начинает вмиг раскаляться до красна. Попробуем нашим выжигателям выжечь небольшой логотип, который мы перенесли заранее на фанеру. Со своей задачей он справляется на все сто. Прожигает дерево как надо. Главное приловчиться и ровненько водить жалом по дереву. У нас получилась вот такая картинка, которую уже не стереть с этой деревяшки. Ну а чтобы эту нерабочую одноразку превратить в самоделку, нам понадобится еще нерабочая светодиодная лампочка. Начнем как раз с нее. Крепко хватаемся за рассеиватель и проворачиваем его так, чтобы лампочка открылась. Из нее нам нужно убрать абсолютно все. Поддеваем плату со светодиодами и убираем ее. Все, от лампочки нам нужен только корпус. А пока вернемся к вейпу, его как вы догадались тоже нужно разобрать. Отпаиваем все ненужные элементы и оставляем только аккумулятор и плату зарядки. К аккумулятору и в этот раз мы припаяли провода. Теперь берем вот эту часть лампочки и при помощи тоненькой отвертки выковыриваем вот этот пиптик. На его месте мы пробурим отверстие под разъем Type-C. Теперь можем вставлять плату и приклеивать ее. То же самое делаем и с аккумулятором, надежно его фиксируем. После этого при помощи большого сверла проделаем отверстие в пластике. В нем будет находиться вот эта кнопка, которую нужно припаять. Ставим ее на свое место и прихватываем суперклеем. Основной составляющей нашего устройства будет этот светодиод. Несмотря на его размеры, он очень мощный. Первый провод припаиваем напрямую, а второй через резистор, чтобы светодиод в будущем не сгорел. Можно все собирать. На цоколе мы сделали петельку из веревочки. И все, давайте нажмем на кнопку. Лампочка начинает светиться, только уже не от сети, а встроенного в нее аккумулятора и небольшого светодиода. Такой фонарь с петелькой отлично заменит дорогостоящие кемпинговые лампы, которые предназначены для палаток. Светит он ярко и аккумулятора хватает надолго. Вот такие самоделки мы сегодня смастерили с нерабочих электронных сигарет. А какие идеи есть у вас? Напишите в комментариях, возьмем себе что-то на заметку. Пока!